Прохожу Майнкрафт за Человека-паука. Чтобы начать наше выживание в Майнкрафте, нужно создать мир, который я назвал Мир Человека-паука. Вот, ребята, мы с вами появились в нашем только что созданном мире, и давайте нарубим дерево. Но, стоп, я же не Человек-паук? Точно, у меня же в инвентаре есть мой костюм Человека-паука, надев который мы, ребята, с вами облачаемся в офигенного самого настоящего Человека-паука в Майнкрафте. И теперь мы с вами можем двигать глазками, я не знаю, зачем тут у меня такая функция в Майнкрафте, но я могу прищуривать глаза свои. И также, ребята, мы с вами уже можем летать на нашей паутине, как самый настоящий Человек-паук в фильме, в Майнкрафте, в реальной жизни. И, ребята, у нас есть вот такая вот сыворотка, уколов которую мы, ребята, с вами станем самым настоящим Человеком-пауком, с самыми настоящими способностями Человека-паука. Как вы видите, мы, ребята, просто обычно бегаем, мы, ребята, можем летать на паутине, но мы, ребята, с вами не можем карабкаться по стенам, так же быстро бегать и быть сильным. Но, ребята, только что, вколов эту сыворотку в себя, мы с вами, ребята, берем и становимся сильнее. Теперь мы с вами можем, ребята, очень быстро бегать, мы, ребята, с вами очень высоко прыгаем, и так же, ребята, мы с вами можем забираться по стенам, как самый настоящий Человек-паук. И теперь можно будет продолжать наше выживание. В Майнкрафте, конечно же, нужно добыть дерево. Ой, кажется, я вырубил все деревья, которые были на этой поляне. Но мне это было несложно сделать, так как я сильный и выносливый человек-паук. А у нас уже заходит солнце, поэтому надо будет скорее искать ночлег. Побежали! Свинки, приветик! Что это такое? Это у нас было паучье чутье. Где-то неподалеку у нас есть опасность. У нас есть злые мобы, которые могут на нас напасть. Свинки, приветик. Я с вами тут разберусь, потому что мне нужна еда. Вы, конечно же, меня простите. Я хочу немножечко подкрепиться. Смотрите, там у нас есть паук. Давайте мы к нему подбежим, и он на нас будет нападать. Давайте мы нападем на него первые. Наше паучье чутье сразу же видит этих мобов. Оно нам подсвечивает. Мы их можем видеть из-за нашего паучьего чутья сквозь стены. И сможем, ребята, с ними сразу же в два удара справиться. Так как я человек-паук, я могу использовать свои суперспособности. Поэтому, ребята, давайте мы залезем на дерево как можно выше. И теперь мы, ребята, с вами можем активировать нашу паутину. И полететь на ней куда угодно. Очень далеко. И мы с вами, ребята, таким образом сможем найти шахты. Или, может быть, даже какие-нибудь поселения. Я на своей паутине решил долететь до ближайшей шахты. И залезть на нее как можно глубже. Потому что все эти мобы мне уже надоели. И я хочу как можно скорее пройти этот Майнкрафт. Но я даже не добывал еще себе никакие ресурсы. И даже не скрафтил себе никакие вещи. Немного погуляв по этому миру, я нашел шахту, в которую я спустился. И нашел очень много разных ресурсов. Вот эту вот нашу суперспособность обратно забрать в пробирку. Потому что мне очень сильно мешает получить чутье. Оно постоянно у меня выскакивает. И мне приходится сражаться с этими мобами. Ребята, мы наконец-то нашли с вами еще и алмазы. Вот это вот нам подфорптило. Это наши первые алмазы. Поэтому давайте мы их добудем как можно скорее. И уже надо будет нам, ребята, добывать обсидиан. Идти в ад, а потом и самое главное. Потом портал в эндер мир. Нам надо будет сделать алмазную кирку и добыть обсидиан. Ведь без обсидиана мы не сможем сделать портал в ад. Прямо здесь мы будем строить наш портал в ад. Поэтому давайте этим и займемся. Делаем его и отправимся как можно скорее туда. И это мы туда входим и ищем наших ипритиков. Так, так, так. Привет. А что-то тут мрачноватенько. Кто это у нас тут такой? Это у нас гаст, которого мы, ребята, с вами убиваем. Давайте мы как трофей заберем его слезу. Слеза нам не выпала. Нам выпал просто обычный порох. Ну ладно, не очень-то и хотелось. Давайте мы побежим дальше. Это у нас адская крепость. И давайте скорее же на своей паутине до нее долетим. Она у нас какой-то необычной формы. Надо будет скорее найти ипритиков. А вон и иприты, за которыми я сюда пришел. Нам нужно несколько стержней ипритов. Поэтому давайте мы немножко переждем, пока они постреляют на своим огнем. И побежим с ними сражаться. Мы, пожалуй, руками с ними разберемся. Почему бы и нет? Мы же с вами сильный человек-паук. Мы можем разобраться с ними руками. И они даже нас не поджигают, что очень хорошо. Только вот их спавнера здесь нет. Но мы и так с ними разберемся. Они решили на меня лезть, но ничего у них не получится. Три стержня иприта. Все. Я думаю, можно будет возвращаться в нормальный мир. Вот мы, ребята, в обычном мире. И теперь мы готовы идти на поиски эндер-портала. Я выбрался наружу. И теперь готов лететь на своей паутине в ту сторону, куда у нас укажет наше око эндера. Оно указывает в ту сторону. Скорее, ребята, полетели. Ребята, вы просто посмотрите, каких огромных размеров эта гора. Она просто неописуемо огромная. И она очень красивая. Офигеть. Вы когда-нибудь такое увидели в Майнкрафте? Пишите в комментариях. Пока я бежал в поисках эндер-портала, я нашел какое-то поселение. Давайте мы, ребята, в него заглянем. Тут у нас есть кузница. Интересно, что у нас в этой кузнице находится. И тут у нас есть вырезка для перчатки бесконечности. Мне кажется, скорее надо спасаться из этой деревни. Ведь, кажется, тут где-то есть Танос. Вот, ребята, мы добежали до еще одной пустыни. И око эндера мне показало, что нужно копать именно здесь. Поэтому, ребята, мы остановимся именно здесь. И будем искать наш эндер-портал. И вот мы, наконец-то, докопались до нашей подземной пещеры. В которой, ребята, у нас находится портал. Давай же скорее побежим его искать. Вот, ребята, мы оказались в нашей заброшенной шахте. И нашли эндер-портал благодаря нашему паучьему чутью. Давайте мы сломаем этот спаунер. И теперь нам надо будет расположить все око эндера в портал. И залезть в него как можно скорее. Я очистил свой инвентарь от ненужных мне ресурсов. Давайте мы ставим наше последнее око эндера. И прыгаем в наш эндер-портал. Дракончик, привет! Я иду тебя убивать. Но сначала мне надо расправиться со всеми эндер-кристаллами, которые мы должны взорвать. И потом уже только мы приступим к тебе, мой дорогой друг. С помощью своей супер-силы я могу забираться на эти башни. И потом с помощью паутины я просто могу улетать отсюда, ломая при этом эти эндер-кристаллы. У нас остался последний кристалл. Давайте, ребята, мы к нему слетаем. Самое главное, чтобы нас снова не начал атаковать дракон. И надо будет сюда, наверное, пробраться. А я и не знал, ребята, что драконы, вот эти вот эндер-кристаллы, они имеют свойство поджигать. Ладно, смотрите, у нас там остался дракон. И мне кажется, он меня сейчас хочет убить. Поэтому давайте мы отсюда пока что куда-нибудь улетим. Вот, например, на вот эту вот башенку. И отсюда уже будем отстреливать нашего эндер-дракона. У нас осталось не так много стрел, поэтому все стрелы у нас на счету. Теперь нам остается убивать этого эндер-дракона. Я за собой заагрил очень много эндерменов, поэтому мне кажется, стоит отсюда убежать. Давайте мы запрыгнем на вот эту вот башенку и поползем по ней вверх. У нас осталось очень мало еды и у эндер-дракона осталось очень мало жизней. Он оказался очень сильным, но мы, ребята, сильнее. Поэтому давайте еще несколько выстрелов сделаем по нему. И, ребята, я думаю, это уже будет победа. Осталось только по нему попасть, ведь он у нас очень хорошо уворачивается. И последний выстрел, ребята. Я надеюсь, это должен быть последний выстрел. Мы убиваем с вами эндер-дракона и проходим Майнкрафт за Человека-паука. Вот такое вот, ребята, у нас получилось прохождение Майнкрафта за Человека-паука. Если оно вам понравилось, то обязательно. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, обязательно пишите в комментариях, за кого мне пройти Майнкрафт в следующий раз. И, ребята, давайте набираем 100 лайков, тогда сразу же я отправляюсь проходить Майнкрафт за нового супер-героя. Ну, а с вами был Человек-паукс-мувни в Майнкрафте. Всем, ребята, пока-пока. Ох, наконец-то я в своем нормальном мире. Этот эндер-мир был такой себе. Там очень много эндер-менов и этот очень сложный был эндер-дракон. Ну и вон нафиг. Я теперь хочу отдохнуть. Так, паучье чутье. Очень много мобов я там видел. Что же там такое? Давайте мы посмотрим. Тут очень много мобов. Что такое? Надо будет с ними со всеми разобраться. Давайте, ребята, мы немножечко перекусим и пойдем мотать всех этих мобов. Потому что мы должны спасти этот мир. Иначе я отсюда никак не выберусь. Надо будет со всеми этими мобами разобраться. А то, ребята, мне кажется, что они тут заполнят всю планету. И вообще, откуда они тут взялись? Я же спокойно прошел мимо них. И я никого тут не заметил. Надо будет с ними разобраться. Я думаю, они будут намного легче, чем какой-то эндер-дракон. Потому что эндер-дракон был нереально сильным. Я надеюсь, они эту дверь не выломают. И я вот тут их просто, наверное, смогу сейчас убивать. Смотрите, как их много. Просто офигеть. Может быть, мы, ребята, попробуем пробежать к ним туда? Тут еще и маленькие зомби. Они решили ко мне сюда пробежать. Но у них ничего не получится. И я не знаю, что с ними такое. Давайте мы попробуем в сторонку отползти. Мне кажется, ребята, мне отсюда не выбраться. Интересно, что же мне с этим делать? Я не ожидал. Я думал, я уже приду к себе нормально в мир свой. И все будет хорошо. Я отдохну. Но нет, у меня не получается. Так, надо будет что-то делать. Надо будет что-то делать. Опять паучье чутье. Ребята, вы просто посмотрите, как их много. Мне кажется, я отсюда не смогу выбежать. Еще и маленькие зомби ко мне проходят. Что же с ними делать? Они все прошли, ребята. О, нет, нет.